Елена Наркуна, Александра Лусникова, Роман Жученко, 5 канал. Началось время подачи декларации о доходах и имуществе. Декларации всех чиновников будут изучены очень внимательно, сказал на днях Дмитрий Песков. А я напомню, что подачи госчиновниками декларации и их последующая обязательная публикация были введены не так давно, как один из способов борьбы с коррупцией. Впрочем, борьба с коррупцией шла и идет, но, согласитесь, эта весна стала особенно какой-то богатой на коррупционные скандалы. Вот совсем недавно был арестован глава Сахалинской области, а на этой неделе в коррупции был обвинен бывший глава Федеральной службы исполнения наказания. Вот пикантная ситуация в том, что в СИЗО помещен человек, которому еще недавно подчинялись все тюрьмы страны. Как говорится, испытаны на себе. Генерал-полковник внутренней службы Александр Реймер был главой тюремного ведомства с 2009 по 2012 год. И свой бизнес, а коррупция это всегда бизнес, он делал на закупках в рамках широко отрекламированной тюремной реформы. Мехинации с госконтрактами на закупку специального охранного оборудования для колонии и поставкой браслетов для контроля подозреваемых, находящихся под домашним арестом, заинтересовали Следственный комитет еще до его отставки. Да и результат реформ генерала шокировал. К 2012 году число побегов из учреждения ФСИН увеличилось на 100%. И вот сегодня уголовное дело все-таки открыто. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве и хищении из госбюджета почти 3 миллиардов рублей. Поэтому завтра, свой день рождения, он отметит не на банкете в ресторане-гостинице «Украина», как планировал, а скромно – Лефортово, рядом с другим последственным экс-губернатором Хорошавиным. Детали этого тюремного дела изучал Виталий Воронин. И мы первыми услышим новые подробности от главного свидетеля обвинения. Увидеть своего директора Николая Мартынова сотрудники фирмы теперь могут только на картинах и фотографиях. В ближайшие месяцы он проведет в следственном изоляторе, как и другие фигуранты по громкому делу о коррупции в тюремном ведомстве. Вот его кабинет. На столе остались справки и чертежи. Отсюда, из города Жигулевск Самарской области, он улетел в Москву, где его и арестовали. Здесь Мартынов сконструировал так называемые браслеты для арестантов – мобильные устройства, которые должны были произвести революцию в работе службы исполнения наказаний. Он коммерсант, он ученый, он не мошенник и не враг нашему государству. Это уж точно. С точки зрения следствия, наоборот, на браслетах государство потеряло почти 3 миллиарда рублей, которые, по версии обвинения, осели в карманах Мартынова, его подельников и покровителей. Ниточка потянулась на самый верх, и результатом стал сенсационный арест экс-главы ФСИН Александра Реймера и его зама Николая Криволапова. Такого в России еще не было, чтобы бывшего главного тюремчика страны отправляли за решетку. Следствие уверенно их сгубило жадность. Стационарное контрольное устройство стоимостью в 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч. А такое же устройство мобильное вместо тех же 19 по цене 128 тысяч рублей. А всего таких мобильных устройств было закуплено более 20 тысяч. Вот и считайте. Удивительно, что и сейчас, после всех скандалов, приборы по-прежнему собирают в Жигулевске. Просто стараются не привлекать к этому такого внимания, как прежде. Образцы не выставляют на витрину достижений. На камеру стараются не говорить, но конвейер исправно работает. Тот эти браслеты делает все равно. Правильно? А если заказ есть, тот делает. Сейчас, правда, после скандала снизились закупочные цены, и браслеты перестали быть золотыми. Но отказаться от системы пока не получается. Слишком много технологических завязок. Схему выстроили быстро, но грубо. Оттого у следствия сейчас есть полный расклад того, как революционную новинку превратили в прибыльный бизнес узкой группы лиц. Идет речь о компании Мета. То есть это все-таки о Мета? Да. А кто встречал? Встречал заместитель Реймера, генерал Криволап. Наша программа первая, кому полковник наконечный согласился дать интервью. Он человек не публичный, но именно его показания легли в основу уголовного расследования против теперь уже бывшего руководства. Впервые на телевидении откровение главного свидетеля по этому громкому делу. Все это мы повторяли, и мы, и адвокат с 2010 года. Ничего мы не сказали. Это просто переосмысливание. Наконечный долгие годы отвечал за приемку и разработку всех технических устройств для службы исполнения наказаний. Проблемы у него начались, когда в 2010 году нужно было запустить производство спецбраслетов. К тому моменту уже полдюжины российских компаний представили свои наработки. Но руководство, по его словам, настойчиво рекомендовало полковнику новичка, фирму Мета из Самарской области, о которой раньше никто не знал. Наконечный отказался. Прозвучал прямой звонок, и непосредственный директор в достаточно жесткой форме порекомендовал мне подготовиться как бы к ряду оргвыводов и с тем, что я как бы веду себя неправильно. После звонка от директора, то есть от Реймера, наконечного отстранили от работы. Против него самого попытались возбудить уголовное дело. Восемь раз. И восемь раз прокуратура отказывала, оценив претензии, как необоснованные. За годы разбирательств упрямый полковник пережил инсульт, но не отступал и писал в разные инстанции о том, что происходит в его родном ведомстве. А там как раз запускали в производство новую продукцию, прописав в документах завышенные закупочные цены. Я эти документы видел, но я их не стал подписывать, в том числе сославшись на то, что я уже отстранен от должности и в отпуске. И, к сожалению, их подписал другой, более, скажем, изговорчивый или зависимый должностное лицо. Но они были подписаны и, соответственно, они были утверждены. Необходимый по закону конкурс сделали закрытым. Победителем предсказуемо стала жигулевская фирма «Мета». А посредником – новое федеральное унитарное предприятие «ЦИТОС» – Центр информационно-технического обеспечения и связи. Главный офис центра в Москве. Туда перечислялись деньги. Из столицы заказ на браслеты передавался в самарский филиал «ЦИТОСа». Тот закупал основные компоненты электронной блоки у «Меты». Каждое новое звено увеличивало стоимость продукции в разы. Именно здесь электронные браслеты для осужденных и подследственных и делались золотыми. Одна компания изготавливала компоненты по цене примерно 50 тысяч рублей за комплект. И передавала заказчику. Заказчик сидел здесь же. Он даже арендовал помещение у производителя. Немного дорабатывал, собирал конструктор. И продавал уже прибор государству по цене 100-120 тысяч рублей. И везде у кормушки стояли свои люди. Так московский филиал возглавил Виктор Определенов. До того, как встать у руля в ГУПа, он вместе с сыном директора «Меты» Денисом Мартыновым основал фирму в Астраханской области. Мы нашли подтверждающий документ. У этой фирмы лицензии на туризм, а также на разведение овец, кос, лошадей, ослов, мулов и лошаков. По главе самарского филиала ЦИТОСа, по сути, высокотехнологичной компании, стал бывший глава Тольяттинского ОМОНа Иван Куклев, который на пенсии до этого работал у директора той же «Меты». С самого начала это было как-то несерьезно с организацией. Нет своих помещений. Арендные помещения постоянно меняются. Несмотря на это, в компанию пошли серьезные деньги. Миллиарды рублей. По данным следствия, некоторым сотрудникам ЦИТОСа выплачивали премии по 13 миллионов. При этом часть производства была возложена на заключенных. Вот они собирают приборы, шьют чехлы на эти без преувеличения драгоценные браслеты. Но ни в колонию, ни до гражданских сотрудников эти миллионы, очевидно, не доходили. Вы плачивали премии по 13 миллионов рублей. Сотрудникам? Это в Москве? А здесь нет? У нас филиал. То есть вам 13 миллионов не досталось? Деньги никак не поделим. Деньги никак не поделятся. Головной офис фирмы, через который прокачивались государственные миллиарды, располагается в этой непримечательной пятиэтажке. Москва. Орехово-Зуевский проезд – 10. Тот же адрес и у столичного представительства Жигулевской меты, кстати. Вот скажите, пожалуйста, ЦИТОС здесь расположен? ЦИТОС. А оно продолжает функционировать сейчас? Не похоже на фирму с миллиардными доходами. Железная дверь без вывески и три зарешоченных окна. Вот и вся штаб-квартира. Смотрите, ну поговорите две секунды со мной. Следствие подозревает, что через ряд отмывочных контор, в том числе на Кипре и в Гонконге, деньги за браслеты распределялись между заинтересованными лицами, в том числе в руководстве Федеральной службы исполнения наказаний. Причем не то чтобы об этом не знали. Впервые браслеты зазвенели скандалом еще в 2012-м. Тогда же со своего поста был снят казавшийся всесильным Реймер. В Жигулевск зачастили проверки. Уже первое ведомственное выявило серьезное нарушение. Это документ, датированный 28 сентября 2012 года, где уже на тот момент причинение материального ущеба в размере не менее 1 миллиарда 348 миллионов рублей. Адвокат Алексей Кирсанов до сих пор хранит копии рапортов своего подопечного Александра Тюрина. Он как раз проверял жигулевские фирмы. С ним, впрочем, ушлые производители смогли договориться. Дали взятку, а потом, по словам адвоката, сдали в ФСБ с формулировкой, мол, он сам вымогал деньги. Проверяющий сел, а результаты аудита тогда оказались скомпрометированы. Ситуация была вместе с тем крайне выгодна Мартемову, потому что он смог переключить внимание правоохранительных органов и, по сути, он отсрочил то, что происходит сейчас. Но после тех проверяющих пришли и другие. Из Росфинмониторинга, из счетной палаты. На это ушло время, зато сумму ущерба спецы насчитали уже в два раза больше. Почти 3 миллиарда рублей. Она и фигурирует сейчас в уголовном деле. Там же на месте выяснили, почему Александр Реймер так покровительствовал маленькой фирме из Самарской области, где до назначения в Москву 3 года возглавлял местную милицию. Тогда появилась фирма Мета, точнее группа компаний Мета, потому что это же не одна фирма, их несколько, которые довольно активно стали поставлять нашей региональной полиции различные средства мониторинга за соблюдением правил дорожного движения, вот эти все системы по выявлению уровня алкоголя в крови, вся спецтехника, которая используется в полиции, которая используется в ГИБДД. Фирма сотрудничала с правоохранительными органами и раньше, но при Реймере заказы посыпались, как из рога изобилия. Знак особого расположения руководители из Меты возглавили попечительский фонд при местном УВД. Самарский период Реймера золотой и в его карьере. Там он заработал славу непримиримого борца с преступностью, с коррупцией, объявил войну ворам в законе, держал в ежовых рукавицах подчиненных. Бандиты взвыли, коррупционеры взвыли, сотрудники тоже взвыли. Олег Иванец, сам из бывших сотрудников, уверяет, что Реймер зачистил в области верхушку криминалитета, но не избавил Самару от преступности. Просто синих сменили красные. То есть коммерсанты стали платить не ворам, а бывшим или действующим сотрудникам различных силовых ведомств. Самого Реймера за глаза даже называли Саша Самарский. Он был очень жадный, то есть, действительно, если он знал, что где-то в Сергиевском районе можно урвать 40 тысяч рублей, то он способен был туда сорваться, приехать. Тем не менее, в Москве, до которой отсюда тысяча километров, у Реймера была хорошая репутация. В столицу на повышение он уехал, внимание, с официально задекларированным годовым доходом в 24 миллиона рублей. Неплохо для госчиновника, не правда ли? Во главе федерального ведомства продолжил работать теми же методами, бульдозером зачищал руководство ФСИН, строго взыскивал за каждую мелочь, особенно перед телекамерами. И вы не вникали в этот вопрос. И очень плохо. И вы за это ответите. Все. При этом Реймеру сходили с рук даже такие масштабные проколы, как, например, бегство заключенного на вертолете в Вологде, или участившиеся бунты в тюрьмах и колониях, чего стоит случай в Краснокаменске, где зэки спалили несколько корпусов, протестуя против слишком жестоких порядков. Видимо, все это списывали на изъяны системы и надеялись на жесткую руку сильного руководителя. Назначая Александра Реймера, выходца из МВД, на пост директора ФСИН, конечно, президент рассчитывал, что этот человек в состоянии будет побороть внутрисистемную ФСИНовскую коррупцию и навести в этой системе действительно порядок. Однако вышло совсем иначе. Как ни странно, именно жесткому в методах Реймеру доверили проводить реформы по гуманизации системы наказаний. Например, закоренелых уголовников стали содержать отдельно от попавших за решетку в первый раз. Наконец-то мы поставили задачу в короткие сроки внедрить в России передовую технологию, систему электронного мониторинга поднадзорных лиц, те самые браслеты. Тут-то и пригодились старые связи. Многочисленным жалобам на то, что приборы, особенно первых партий, работают со сбоями, до поры до времени не давали хода. Оборудование очень чувствительное. И иногда на пульт поступают нарушения, даже если человек спит, и длительное время оборудование находится без движения. А каждое такое ложное реагирование – это лишний выезд сотрудника с проверкой, потеря времени и денег государственных. При этом сама идея электронных браслетов вполне своевременная и гуманная. Это более 10 тысяч человек благодаря программе уже смогли отбывать наказание вне тюремных стен, дома, прежде всего по состоянию здоровья. Я в тюрьме год провел, потом, например, изменились и состоянием здоровья на домашний арест. У вас перелом какой-то? Нет, у меня псориатический полиартрит, воспаление суставов. По иронии судьбы, одному из четверых обвиняемых по делу о браслетах, Николаю Криволапову, тоже по состоянию здоровья суд назначил домашний арест с прибором контроля. Он сможет сам оценить технологию, за которую государство заплатило такие бешеные деньги. Еще трое фигурантов минимум до конца мая останутся в следственном изоляторе. Там Александр Реймер завтра и отметит свой 57-й день рождения. Виталий Воронин, Кирилл Ляхов, Андрей Перфилев, Алексей Багин, Станислав Борисов и Игорь Шурунов. Пятый канал. Союзу врагов друзья не нужны и челюсть Гитлера под грифом «Секретно». Специальное расследование даря в нашей программе.